Кредиты для бизнеса и менеджер для вас. Прокредитбанк. Банк розумных людей. В открытую колокольцем глава МВД сказала, что ему не хватает денег на то, чтобы поднимать зарплаты и участковым, и вообще нет денег для силовиков. Насколько здесь Путин может заиграться? Я понимаю, что нужны деньги на войну. Военно-промышленный комплекс нуждается в больших вливаниях всего. Насколько Путин может забыть о силовиках и вот тогда силовики могут сыграть против Путина? Ну, он не забывает о силовиках, потому что кому надо, там всем повышают. Его администрации повысили, может быть, каким-то секретным указом. Кстати, возможно, повышена зарплата и всем этим силовикам. Мы же не знаем ничего, потому что у них есть и секретные статьи в госбюджете. Нам видны только какие-то общие цифры. Вся статистика нынешняя в Российской Федерации вообще засекречена. Поэтому мы вообще не можем ничего оценить, строго говоря, даже в экономической сфере. Это все очень условные цифры. Но вот то, о чем говорил Колокольцев, на самом деле для Путина не представляет опасности. Потому что это речь идет о участковых милиционерах. Что такое участковые милиционеры? Это люди, которые, ну, так сказать, у них есть участок на территории Российской Федерации. И они наблюдают как бы за криминогенной обстановкой на своем участке. Ничего другого участковый не делает. Это вот Анискин, да, но вот в фильме, в советских фильмах Анискин, он там какие-то преступления расследует. На самом деле, значит, участковый, в принципе, даже не должен ничего расследовать. Это он даже дознавателем не является, строго говоря. Это просто человек, который в курсе того, что происходит на его территории. Когда там совершается преступление, то туда приезжает либо следователь прокуратуры, либо, значит, уголовный розыск. И там, значит, они начинают совершать какие-то следственные или дознавательские функции. В условиях, когда в Российской Федерации нет практически сейчас, во-первых, правоохранительных органов. Их реально-то уже нету давным-давно. Они просто существуют на бумаге. Это бандиты, которые делят, опять же, собственность между собой, с одной стороны. И, с другой стороны, когда создана структура и когда создана система, когда все преступники, осужденные законным судом, затем освобождаются из тюрем для того, чтобы идти на так называемую специальную военную операцию, вообще потребность в уголовном розыске в Российской Федерации сейчас вообще отпала, строго говоря. Кому нужно расследовать какие преступления? Вы просто любого человека сажаете, предъявляете ему какое-то обвинение, и потом вынуждаете подписывать контракт на войну в Украине. Ничего другого правоохранительная структура Российской Федерации сейчас не делает. Поэтому кому нужны эти участковые? Это просто дармоеды, которые просто строят, проедают хлеб. И они, строго говоря, ведь кого? Бабушек и студентов, которые остаются в тылу? Или законопослушных граждан, которые живут на этих территориях? Кого они там пугать-то будут? Для кого они нужны-то? Потому что все бандиты совершенно спокойно могут в любой момент освободиться от любого наказания и уйти на фронт в СВО. Поэтому Путин в этом смысле на самом деле создал абсолютно страшную ситуацию в Российской Федерации, когда весь смысл справедливости и правоохранения абсолютно потерян. Потому что когда вы освобождаете насильников, убийц, любых грабителей, людей, которые входят в преступные сообщества и отмазываете их просто тем, что они уходят на специальную военную операцию, а если они там выживают и, не дай бог, получают ордена, то они возвращаются как герои, которым надо поклоняться. Если вы их начинаете критиковать, то вы рискуете сесть в тюрьму. Вот эта ситуация на самом деле абсолютно разрушает всю государственность Российской Федерации. Что, опять же, с точки зрения Украины, очень хорошо. Вот мне, как бывшему гражданину Российской Федерации, у которого есть еще какие-то там, ну, может быть, ностальгические связи с Российской Федерацией, за это обидно, как русскому, как россиянину бывшему. А вам это, как украинцам и как людям, которые терпят бедствие от этой агрессии российской, это очень все классно слышать, потому что это все привело практически реально уже к разрушению государства. В Российской Федерации сейчас государства уже нету. Уже есть только преступная мафиозная группировка, которая ведет, естественно, криминальную преступную войну, захватническую колониальную войну. И для того, чтобы пополнять, значит, на эту войну, она готова разрушить все государственное образование в Российской Федерации. И Путин в этом смысле, я тоже говорил уже неоднократно, но повторюсь, Путин на самом деле его главной задачей объективно является уничтожение Российской Федерации как государства. И он с этой задачей за свои 25 лет справляется весьма успешно. Вот, Сергей, в подтверждение ваших слов, вот в начале октября Путин подписал указ и сдал, что вот если раньше человек мог подписать контракт с Минобороны, если он под следствием, а вот сейчас уже, если даже на этапе судебного производства ты имеешь альтернативу подписать контракт. Правильно я понимаю, что таким образом Путин и Кремль нашли альтернативу не оглашать мобилизацию, а вот силовики, задерживая кого-нибудь, говорят, ну ты виновен, если не хочешь дальше дела судебного производства, подписывай контракт. И таким образом можно набирать людей на эту оккупационную войну. Ну и сюда вспомним, что в бюджете к 2027 году прописано там около 275 тысяч человек в год по контракту. Ну вот в последнее, что губернатор Белгородской области гласил, что 3 миллиона за подписание. Да, действительно, у них проблема, огромная проблема с набором даже за такие огромные деньги. Потому что 3 миллиона рублей в Российской Федерации по нынешнему курсу, это, по-моему, 35 тысяч долларов. То есть это огромные цифры, огромные деньги, которые россияне даже в Москве не зарабатывают. Я уж не говорю там про регионы, типа Дагестана, Тувы какой-нибудь и прочих отсталых регионов, где средняя зарплата почти соответствует МРОТу, то есть в районе 20 тысяч рублей. А здесь предлагают 35 тысяч долларов. И не могут за эти деньги найти людей, потому что уже все те, кто хотели сначала за 2 тысячи долларов, потом за 10 тысяч долларов, теперь за 20 тысяч долларов, за 35 тысяч долларов, они все уже ушли на этот фронт. Их не остается. Мобилизацию объявлять Путину нельзя, потому что вот тогда он может провоцировать революцию. Потому что что такое мобилизация? Это люди, которые не хотят воевать, которых государство говорит, вы должны, мы государство решили, что вы должны воевать. И этим людям, которые не хотят воевать, дают в руки оружие. И это очень опасная вещь, потому что такая вещь в истории Российской Федерации уже, ну, в смысле, Российская империя уже была. Она была в 1914-17 годах, когда вот так же россиян заставляли идти на немецкий фронт. И они в итоге с этими ружьями вернулись обратно с этого фронта, убежали. Ну, там были, естественно, большевики и всякие там леваки пропаганду вели. Они убежали с оружием с этого фронта и устроили у себя внутри революцию. Сначала февральскую, потом октябрьскую 1917 года. То есть, вот этим может закончить мобилизация, если ее объявить официально. Поэтому Путин, и больше того, когда Путин даже объявлял частичную мобилизацию, то все умные, и все, у кого есть деньги, и все, у кого есть возможность, просто сбежали из России в любую другую страну, начиная там, с Монголии. Вот. И поэтому, действительно, вот эта история с, так сказать, с использованием правоохранительных органов и с использованием освобождения от дознания и следствия путем подписания контракта, это действительно скрытая мобилизация. Причем это ее, вот как это ни парадоксально, лучшая форма для Путина. Потому что, когда вы объявляете мобилизацию, то человек говорит, ну, я жил своей спокойной жизнью, вот, а меня в первый раз, и государство выдергивает, дает в руки автомат и говорит, иди, убивай украинцев и отдавай свою кровь неизвестно за что, ни в чужой стране, за, там, для некоторых, за 10 тысяч километров от их дома, там и так далее. И поэтому, конечно, вот это накладывает отпечаток на то, что такие люди, конечно, эффективно воевать не могут или не хотят. Вот. А если вас останавливают, как вы рассказали, значит, приводят в участок и вам вешают уголовное дело, то, ну, условно, вы как бы сами начинаете хотеть как-то от этого дела отмазаться. И когда вам говорят, ну, вот, может, есть такая возможность не просто отмазаться, но еще, кстати, заработанные там огромные деньги. И тогда человек говорит, ну, это, в общем, не самая плохая вещь, потому что я уже себя как бы проецировал в тюрьме, где меня там будут насиловать, где я умру там, я не знаю, от туберкулеза, от СПИДа, вот, или от насилия уголовников. Вот. А тут, значит, мне дают в руки автомат и еще 35 тысяч баксов единовременно, а потом по 2-3 тысячи баксов в месяц моей семье. Вот. То есть, конечно, это такая вот скрытая форма мобилизации, причем, как я вам говорю, довольно успешная для Путина, потому что психологически она как раз снимает вот ту ту проблему, о которой я вам рассказывал, когда людей просто принуждают идти на фронт. Субтитры создавал DimaTorzok